Когда люди идут себе очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Нормально, да, ребят? Еще разок хочу это переслушать. Когда люди идут себе очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными. Сережа, бывает, что непослушны? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не хочешь выполнять то, что мама говорит. Но эта тетка уже, видимо, пострадала тяжело, и у нее смерть мозга наступила. Бывает? Бывает. Бывает. И приколотили на крест. Вот такими гвоздями, Сережа. Представляешь? Ребята, представляешь? Вот давай-ка я тебя уколю. Давай-ка я тебя уколю. Ну и тут напоследок еще нам про забивание камнями. И даже плевали в него. Они просто хотели его убить. Как они могли так поступить с ним? В то время люди жестоко расправлялись с теми, кто не разделял их веру. И они били вот такими толстыми камнями их, чтобы эти люди, они умерли. Ну ты не хочешь рассказать, как книги не Ольга спалила язычников? Прививая православие. Не хочешь на этом остановить внимание? Апостол Павел умер. Да, на самом деле он умер. А что ты улыбаешься-то? Ну умер апостол Павел. В чем тут повод для улыбки? Но Бог его воскресил. И это было великое чудо в жизни Павла. И мне кажется, что это было потому, что даже во время этого очень тяжелого испытания апостол Павел выбирал радость. Продолжение следует...